Привет! Вы на канале отличной компании, компании «АвтоСтронг». Помните, что в «АвтоСтронг» море качественных бэушных запчастей, в их числе отличные «ноускаты», бамперы, также патрубки системы охлаждения, очень много кузовщины и очень много других деталей, 200 000 запчастей, так что обязательно обращайтесь в компанию «АвтоСтронг». Ну а прямо сейчас мы пройдемся по субкомпактным автомобилям. Итак, встречайте, маленький двигатель с Ford K второго поколения. Ford K второго поколения был создан на основе автомобиля Fiat 500, поэтому по сути вся начинка в нем итальянская, как и этот 1,2-литровый мотор. Вот такой мы сейчас разберем с Ford K 2010 года. Этот двигатель не представляет из себя ничего технически сложного и он предельно прост. Создан на основе чугунного блока в легкосплавной ГБЦ, один распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствует, а дроссельная заслонка с электронным сервоприводом. Этот двигатель относится к очень старому итальянскому семейству моторов Fire, о которых мы уже рассказывали. В 2000-х годах итальянская компания оставила в производстве только двигатели объемом 1,4 и 1,2. Вот сегодня простейший мы и будем разбирать. Этот 8-клапанный мотор образца 2007 года широко применялся на итальянских автомобилях и ставился на Fiat Panda, Fiat 500, Fiat Grande Punto, а также Lancia Epsilon. Благодаря своей простоте двигатель 1,2 не имеет специфических проблем и недостатков, имеет хороший ресурс. Но многие владельцы, считая, что с этим мотором ничего не случится, забивают на обслуживании, то есть начинают экономить. Это, естественно, приводит к проблемам и ремонту. Двигатель 1,2 легкий и, как правило, на автомобилях с ним пробеги небольшие. При этом опоры двигателя имеют ограниченный ресурс. Служат примерно 10 лет. Если демпферы опор двигателя выходят из строя, то тогда слышен металлический стук при включении задней передачи либо же при разгоне. Оригинальные опоры марки Ford стоит 150-200 долларов, но есть качественный неоригинал за 20-30 долларов, который можно подобрать по каталогу запчастей Fiat. Бензонасос может стать причиной, из-за которой двигатель не будет разгонять автомобиль. Также двигатель может работать неровно, а может вообще заглохнуть. Обычно эти симптомы проявляются в жаркую погоду. Всему причиной может быть сетка-фильтр, которая находится в бензонасосе. Но бензонасос легко снимается, сетка чистится специальными средствами и эти симптомы могут уйти. Двигатель Ford K может запускаться через раз, то есть одним утром он запускается хорошо, а затем не запускается. Причиной этому может быть ослабление клеммы массы на стартере, а также неисправность втягивающего реле. Поэтому надо проверить все провода и клеммы массы на двигателе, а также убедиться в работоспособности стартера. Но если со стартером что-то не так, есть прекрасные БУ стартера по отличным ценам в «АвтоСтронг-М». Электронная дроссельная заслонка появилась на двигателе 1.2 в конце 2009 года. Заслонка беспроблемная. Единственное, что дроссель может загрязниться сажей и парами масла, которые попадают на нее из канала системы вентиляции картерных газов, которые находятся рядом. Засоренная дроссельная заслонка приводит к неровной работе двигателя. Дроссельная заслонка установлена на уплотнение, которое со временем дубеет и пропускает лишний воздух. Тогда двигатель работает нестабильно на холостом ходу и может держать высокие обороты холостого хода из-за того, что лишний воздух попадает во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. В двигателе 1.2 катушки зажигания объединены в один модуль, поэтому при пропусках зажигания хотя бы в одном цилиндре приходится менять вот этот целый модуль. Оригинал стоит дорого – 200 долларов. Но вы знаете, что есть прекрасные бэушные катушки по отличным ценам в «АвтоСтронге». Пропуски зажигания проявляются в момент провалов и подергиваний при трогании и ускорении. ЭБУ фиксирует соответствующие ошибки. Разумеется, виновником симптома могут быть изношенные свечи и высоковольтные провода. Но модуль можно прозвонить. Сопротивление первичной обмотки не должно превышать 2 Ом, а вторичной обмотки – 20 кОм. Ну и опять наша разборка попала на дежурство Коли. В следующий раз покажем Пашу. Наверное, встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. Термостат двигателя 1.2 расположен в легкосплавном корпусе. Как правило, эта деталь служит 100000 километров. Затем термостат начинает открываться при меньшей температуре вместо положенных 88 градусов. Двигатель тогда не прогревается. Также может возникнуть течь по вот этой прокладке, которая находится между ГБЦ и корпусом термостата. Также в очень редких случаях может обломаться вот этот штуцер, который выходит из корпуса термостата. В этом случае часть охлаждающей жидкости выльется наружу и есть шанс, что двигатель перегреется. Менять ремень ГРМ на двигателе 1.2 надо раз в пять лет либо каждые 100000 километров. Как правило, меняют ГРМ на данных двигателях по возрасту. Вместе с ремнем ГРМ надо поменять помпу и антифриз. У более поздних моторов никаких проблем с ГРМ нет. А вот на моторах 2000-х годов частенько срезала шпонку шкива коленвала. Причем шкив проскальзывает на носке коленвала. Поршни и клапана не встречаются. При замене ремня ГРМ будет не лишним поменять болт шкива коленвала. О чудо! На этом моторе есть система изменения фаз газораспределения. Вот единственный управляющий клапан, а вот единственный фазовращатель на единственном распредвале. Фазовращатель здесь нужен только для экологии. В данном моторе нет системы EGR и поэтому рециркуляция отработавших газов внутренняя за счет фазовращателя. Проблемы стандартные. Забили на замену масла, забилась сетка фильтр управляющего клапана, масло в полном объеме не попадает в фазовращатель. Начинается треск и проблемы системы изменения фаз газораспределения. Одна и двухлитровый восьмиклапанный мотор для Ford K и Fiat 500 нуждается в регулировке тепловых зазоров каждые 50 тысяч километров. Регулировка тепловых зазоров здесь происходит удобным способом, то есть заменой и подбором регулировочных шайб. Номинальные зазоры для впускных и выпускных клапанов 0,3-0,4 миллиметра соответственно плюс-минус 0,05. Если зазоры уходят, то двигатель работает с посторонним стуком и даже бывает иногда с пропусками зажигания. А теперь поговорим о состоянии. Видно, что в этот мотор масло просто доливали какую-то минералку, поэтому оно выпало вот таким вот черным налетом. Но что интересно, кулачки сохранили свой профиль, хотя уже виден поверхностный износ. А вот теперь мы точно убедились, что доливка масла была выходом, потому что жрал масло этот мотор литрами. Наверное, даже больше, чем бензина. А в цилиндрах все черное, как у паровоза в топке. Вот этот масляный нагар выглядит как уголь, то есть дымил этот двигатель как паровоз. Естественно, сетка хона на поверхности цилиндров исчезла. Видны заполированности, побежалости, но нету задиров. Ну и добавим, что в наших разборках мы разбираем моторы, которые не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг-М». Вот такой мотор вы у нас никогда не купите. Двигатели 1.2 имеют врожденную склонность к жору масла. Проявляется это с годами. Владельцы, которые увидели жор масла, следят за аппетитом и масло доливают. Заправочный объем масла у этого двигателя 2.5 литра. Плюс 300 миллилитров можно слить из стакана масляного фильтра. Так вот, если двигатель начинает масло поджирать, то он достаточно быстро съест этот небольшой объем масла, и двигатель погибнет. Попытки избавиться от жора масла при помощи раскоксовки не всегда бывают удачны. Приходится менять паршневые кольца. При такой проблеме наблюдается иногда износ на стенках цилиндров. Теперь о состоянии. Коренные вкладыши потёрты, но не до меди. Шатунные вкладыши тоже еще походили бы. Заметим, что в этом крохотном двигателе в шатунах есть маслофорсунки. Ну а причина масложора это закоксованные маслосъемные кольца. На всех шейках коленвала мы видим равномерный износ, который на ощупь не ощущается. Разборка закончена. Сегодня мы вам показали, как выглядит простейший, надежный двигатель, если экономить на масляном сервисе. Заправочный объем масла в этом двигателе всего 2,5 литра. Это недорого. Меняйте масло чаще. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».